друзья добрый вечер вы на канале уютное чаепитие с вами я ирина резвая в прошлом видео я говорила что буду делать сырники сырника буду делать много здесь у меня килограмм прямо творога потому что я сегодня иду кати и я хочу отнести тему ли полакомиться сырничков он любит очень с джемом и так на каждые 200 грамм и кладу одно яйцо поэтому здесь на килограмм творога 5 яиц также сахарного песка 5 столовых ложек много не надо они будут гореть сырники лучше с чем-то с джемом или потом с чем-то будете кушать сгущенкой поэтому даже вот такие неполные 1 2 3 вот такие вот 45 в общем 5 столовых ложек соли можно немножко вот совсем прямо чуть-чуть даже на килограмм это у меня здесь половина чайной ложки а также я делаю с манкой мы сейчас посмотрим творог у меня 5 процентный но кажется он мне какой-то жидкий сейчас был 5 столовых ложек манки класть сюда 1 2 3 4 5 теперь беру вот такую вот любимую мою кокшелку и делаю вот так вот именно так мы ее дома и называем кокшелка но у меня не кулинарный канал поэтому я тут вами с вами шутят друзья вы все меня знаете кто новенький пришел тот узнает кстати очень хорошая штука даже яйца можно ее вот так вот промять чем резать так раз раз и яйца как будто бы мелко-мелко порезаны всегда не пользуюсь она у меня вообще вот эта толкушка так называемая кокшелка она универсальная и картофель и творог вот смотрите если я например хочу утром сделать сырники то я убираю вот прям вот эту смесь я убираю на ночь холодильник но сейчас время 4 вечера и я где-то буду может быть часиков пять в начале шестого я буду делать сырники как раз потом муж у меня придет и мне надо будет уже находить пол седьмого вечера в кати поэтому я сейчас вот так все это дело оставляю уж простите постучу я убираю так холодильник и встречаемся через час небольшим но пусть через час 15 посмотрим как себя поведет творог если не загустеет я добавлю еще немножко манки либо всего одну ложечку муки короче там видно будет и так друзья время уже сейчас так сейчас подправлю камеру время пол шестого сколько полтора часа где тогда у нас стоял творог с манкой смотрите у меня вот такой творог специально вам показываю пятипроцентный это устьянский творог тоже бывает творогу розы бывает знаете и пять процентов очень жидкий я беру конечно чаще всего обезжиренный но здесь пять процентов вроде ничего с манкой нормально но если у вас жидковато добавьте на ну на 200 грамм где-то половина столовой ложки муки на 200 грамм обычно так добавляется я муки класть не стала вроде бы там и выделяется где-то жидкость но я вот сейчас перемешиваю и сейчас друзья перемешиваю и сейчас мы начнем жарить я не буду руками можно руки смачивать можно руки руками делать шарики я никогда не обваливаю муки вот сейчас разогреваю сковородку наливаю масло и будем ложечкой сейчас масло подогреется я подключусь и вот смотрите друзья я вот так вот беру сейчас я покажу вам вот так вот я беру ложечкой и вот так накладываю можно конечно руками можно ложечкой уже чем-то другой ложечкой помочь так вот я как-то приноровилась можно делать их помельче сами сырнички вот ложечки сейчас другую помогу тело поменьше взять вот так вот раз можно конечно ручками шарики катать можно но я вот на даче знаете как у нас там с водой да здесь воду включил пожалуйста она не получается сейчас посмотрим вроде бы виде если творог жирный то он он будет таять будет некрасиво на сковородке даже не перевернешь это только запеканку делать бывало такое что все испортишь потом все это на противень запеканочка и милое дело а тут хочется вот именно сырничков вот сейчас посмотрим как они будут у нас переворачиваться потом я огонь убавлю и буду уже на среднем огне надо огонь отрегулировать чтобы они не горели подгоревшие это тоже нехорошо сейчас один раз вам покажу перевернула потом уже не надо будет столько ждать потом увидите сколько и получилось вот это еще пока рано переворачивать я их переверну еще разок можно себе чем-то там помочь ведь они еще сильно не поджались просто я вам показываю что даже вот такие не поджались то они уже хорошо переворачиваются с этой стороны сейчас я уже не поджались их обжарю переверну еще раз чтобы они были чуть-чуть позолотистее по зажаристее вот такие вот они получаются в общем если чувствуете что нормально с манкой да что они не жидкие то муку не добавляйте все я газ нормализую сейчас я вот почему-то не люблю когда они сильно с мукой или вот когда обвалены в муке мне почему-то не нравится мне кажется это не как будто горевшие а мне вот такие они может и форма днях какая красивая но зато это вот такие получаются они и саньки понравились в этот раз сырнички так и тимуля ел или вообще сырники любит он и магазинские запреля катя покупает когда сама например не делает она и сама делает спасибо мама как ты делаешь я и сказала вот у нее получилось как у тебя конечно они не такие кругленькие красивые можно придать форму ну это уж так чтобы знаете удивить гостей например там конечно да если так снимать кулинарный блок то можно красиво их сформировать но так как у нас домашние видео вы видите как я это делаю замечательно делаю ну и конечно же я всегда проверяю чтобы они не горели переворачиваем если где-то не поддеть то можно взять вилочкой себе помочь почему бы и нет раз вот она пожалуйста не делайте очень больших их легче будет перевернуть видите силиконовые лопатки они скатываются видите скатываются я сейчас возьму лопаточку железную железной лопаточкой буду аккуратненько двумя лопаточками придерживать у меня кстати есть еще одна она у меня наверно моется эта лопатка сейчас в принципе я и так справлюсь в принципе мне и так будет нормально у меня уже там кто-то прибежал вот папа-коля пришел у нас папа-коля я сырнички делаю сегодня тебе навага и картошка на ужин и суп навагу вчера просил все друзья теперь покажу уже когда наделаю целую такую красивую тарелку ну вот друзья смотрите сколько получилось сырничков я попробовала один очень-очень вкусно вот такие вот сырнички сейчас положу катюши джем у нее есть и будет очень вкусно мои покушают я поем так что пеките сырнички вот так вот ложечкой как я вам показывала все отлично ну все друзья всем пока до завтра